Высказывайте своё мнение. Участвуйте в дискуссии. В программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Народная волна. Ну что же, уважаемые дамы и господа. Как я и обещал немного ранее, в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина, его ведущий я, Анатолий Червец, его участники все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200, вы также нас можете видеть и слышать на наших страничках в Facebook RadioNVC, на нашем YouTube-канале RadioNVC. Зайдя на этот канал, пожалуйста, нажмите кнопочку регистрации или subscribe, и станете полноправными участниками нашего YouTube-канала. Ну и, конечно же, на нашей веб-страничке RadioNVC.com, зайдя на которую, нажмите кнопочку play, и вы нас будете слышать. Ну вот, теперь следующее объявление еще раз хочу напомнить всем тем, которых интересует неполиткорректное ток-шоу. В следующий вторник, ну и в последующие несколько недель вместо программы Якова Стрельчина «Спортивные страсти» и «Мир футбола» будет в эфире звучать наше неполиткорректное шоу. И, надеюсь, вы все подключитесь, будете принимать участие в этом шоу. И, в общем, будем разбираться с ситуациями в мире на сегодняшний день. Теперь, хочу, ну, так получилось, что благодаря нашим радиослушателям, которые нас смотрят в Ютьюбе и слушают, конечно же, вот к нам поступает некоторое сообщение. Хотел бы одно опубликовать в эфире. В сообщении говорится так, спасибо большое за передачу, но вопрос, почему ведущий так медленно говорит. Еще раз спасибо. Дорогой мой уважаемый радиослушатель. Ну и все те, которые меня слушают. Я медленно говорю по одной простой причине. Потому что, во-первых, я говорю без бумажки, я не читаю. Я готовлюсь к своим передачам очень внимательно и пытаюсь до вас донести правду, которая сегодня происходит, ну, по крайней мере, в нашей стране. И поэтому иногда мне нужно требуется какое-то время, чтобы, во-первых, подобрать правильное слово, а во-вторых, для того, чтобы дать вам действительно правдивую информацию. Поэтому вы уже не обессудьте. говорю с той скоростью, с которой могу, на которую способен, ну, по крайней мере, на которую способен для того, чтобы вам не нести какую-то чушь и ерунду, а все-таки давать информацию в правдивом ее состоянии и виде. Поэтому, ну, вот, есть как есть. Так что, надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. И последнее такое, ну, это даже не объявление, это просьба, лично моя просьба, так как вы, прошу прощения, так как вы всегда слышите меня представляющим себя здесь, то есть, называя свое имя, фамилию. Я не прошу вас называть свои фамилии, я даже, в принципе, не прошу вас говорить, откуда вы звоните, но я бы с большим удовольствием узнал бы ваши имена, так как действительно намного легче общаться с человеком, когда знаешь, с кем ты говоришь. Ну, те, которые хотят, пожалуйста, представляйтесь. Те, которые не считают этого нужным, без проблем будем общаться инкогнито и, может быть, когда-нибудь все-таки познакомимся. Ну вот, в общем, все объявления сделаны, у нас уже есть звонок, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Что мне хотелось вам сказать, что этот товарищ, который придирается к скорости вашей линии, он сам, наверное, очень быстро разговаривает, потому что люди, которые плохо слышат, они всегда громко разговаривают. Люди, которые быстро разговаривают, они хотят, чтобы еще быстрее разговаривают. У вас хороший темп речи, темп ритм замечательный. Спасибо. Чудесный русский язык, очень интересная информация. Дай Бог вам здоровья, не слушайте таких замечаний, пожалуйста. Это людям нечего делать. Спасибо вам огромное. Будьте здоровы. Спасибо. Вы тоже. Будьте здоровы, слушайте. Спасибо большое. Действительно, я... Знаете, те, которые меня знают, это люди, то есть люди, которые меня знают, они знают, что я на такие вещи вообще не обращаю внимания, то есть я с удовольствием их вам опубликую без всякой стеснительности, я прекрасно понимаю, кто я, что я и зачем я, поэтому такими репликами меня смутить тяжело. Просто хотел как бы дать обратную информацию человеку, который это написал. То есть, дорогие мои друзья, мы вас слышим, мы вас читаем, мы прислушиваемся к вашему мнению, если оно существенное. Ну и поэтому, пожалуйста, поддерживайте связь, будем всегда рады. Есть еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Анатолий, да? Да, да, это Анатолий. Да, это вас беспокоит Евгений из Ниджерси. Я хочу, чтобы вы как-то прокомментировали и порадовали мою душу тоже. Вот такой информацией, что у нас знаменитая девушка Александра Акасия, она собирается вступить в бой с этим негодяем-шумером за пост сенатора. Вот это я, вот это я жду эту борьбу больше, чем финал кикбокса. Я вас прекрасно... Евгений... А то, что вы медленно говорите, это да, но тихо едешь, дальше будет. Абсолютно. От того места, куда едешь. Все правильно. Дай Гезин. Спасибо, Гезин. Будьте здоровы. Добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день, Анатолий. Добрый. У меня к вам пожелание. Говорите так, как вы говорите. Это все нормально. Спасибо вам. И второе пожелание. Пока Яши нету, может быть, вы его замените. Вы прекрасно разбираетесь в спорте, не хуже, чем Яша. С удовольствием бы вас послушал. Ну, спасибо. Я постараюсь все-таки. Единственное, что я могу сказать прямо сейчас, спасибо вам огромное за комплимент. Единственное, что я могу сказать всем болельщикам команды Сент-Луис, хоккейной команды Сент-Луис-Блуз, всех вас поздравляю с победой, с первой победой в истории клуба Сент-Луис-Блуз в финале Кубка Стэнли. Это действительно, я могу себе представить это абсолютное сумасшествие в городе Сент-Луис. Почему? Потому что я знаю в свое время, как долго мы ждали победы команды Chicago Bears в 85-м году и что творилось в тот момент, когда они победили, когда они выиграли у команды Patriots, кстати, New England Patriots. Ну, и я, конечно же, знаю, что творилось в Чикаго, когда выигрывали Chicago Bulls, когда выигрывали Blackhawks, когда выигрывали White Sox, ну, и потом Cubs. То есть, я вам могу сказать такую вещь. Я счастливый человек. Почему? Потому что на, как говорится, своем жизненном пути мне посчастливилось увидеть чемпионами все наши команды, включая даже Chicago Fire. То есть, все наши команды и Bears, и Bulls, и Hawks, и White Sox, и Cubs, и Chicago Fire, все в свое время одержали победы в кубках, в чемпионатах, и я действительно вот один из тех счастливчиков, которому повезло, потому что я знаю людей, которые болели за команду Cubs, и так и не дождались, к сожалению, их победы. И, ну, это печально, это очень печально. Поэтому всех болельщиков команды St. Louis Blues поздравляю. Надеюсь, что это их первая и далеко не последняя победа. Могу сообщить о том, что они победили со счетом 4-1, а в серии они победили 4-3. Так что, поздравляю вас, ребята, ну, болельщики Бостона, прошу прощения, включая моего сына, который болел за Boston Bruins, ну, бывает, кто-то должен выиграть, кто-то должен проиграть. Поэтому это то, что я могу сообщить сегодня именно в отношении хоккейных ситуаций. Также сегодня, насколько я понимаю, будет финальная игра, вернее, сегодня команда Raptors имеет возможность выиграть чемпионат мира по баскетболу. Будем болеть за них, так как, если честно, ну, при всем моем уважении к команде Golden State уже немножко надоело. Я мог терпеть только команду Bulls, постоянно выигрывающую на протяжении там 3-4 лет, но вот Golden State меня начинает раздражать. Поэтому будем надеяться, что сегодня Toronto Raptors все-таки смогут одержать победу и с успехом вернуться в Канаду, где их и будут чествовать. Ну, а если нет, то, конечно же, Golden State посмотрим, как это все, чем это закончится. Ну, и я во вторник обязательно сообщу тем, которые не смотрели эту игру, сообщу о результатах этого чемпионата. Ну, вот, так что пока что это все то, что я знаю о спорте, так что, ну, не готовясь рассказать вам. Теперь, кстати, занятие Яши на место, поверьте мне, я Яшу знаю очень много лет, очень много, и настолько толкового, настолько знающего, настолько сведующего в спорте человека, клянусь, я, ну, практически не встречал на своем веку, конечно же, кроме тех профессиональных спортс, аналитиков, которые выступают на разных спортивных каналах, но Яша, перед ним я всегда снимаю шляпу, потому что, так как он знает футбол, хоккей, баскетбол, он, конечно, умничка, поэтому занять его место я не смогу, но, по крайней мере, постараюсь составить ему жалкое подобие Яши Стрельчина. Итак, давайте вернемся к нашим, ну, почти баранам, так как по-другому их не назовешь, я имею в виду демократов, ну, что вам могу сказать, опять же, мы закончили на том, что Нэнси Плосси не смогла удержаться от того, чтобы не в очередной раз в своей пресс-конференции не полить Трампа грязью с ног до головы, но, тем не менее, вы знаете, ну, вот я, слушая выступления демократов, я просто не представляю, вот клянусь, не представляю себе, я в жизни видел в мире много обманщиков, да, там, каких-то мелких, крупных, мошенников и так далее, но, чтобы люди врали таким способом и настолько убедительно, и настолько абсолютно не смущаясь, не теряя, как говорится, умного вида на своем лице, такого я в своей жизни, клянусь, не встречал, даже за 40 лет жизни в Америке и даже интересуясь политикой все это время, так вот, значит, оказывается, у нас Трамп это изменник родины и человек опасный для общества, знаете, почему? Не потому, что он делает, а потому, что он говорит, а говорит, он следующие вещи, значит, когда Трамп говорит, ребята, если бы я разговариваю с политиками, то есть, с фигурами очень высокого статуса, то есть, с президентами стран, с премьер-министрами стран, с министрами иностранных дел разных правительств, то есть, если бы я по каждому поводу, услышав что-то от представителей иностранной или другой страны, если бы я каждый раз по этому поводу делал звонки в ФБР, это все, чем я бы мог заниматься вообще, в принципе, вот целый день, 24 часа, почему? Потому, что я общаюсь, это говорит Трамп, я общаюсь с людьми, я слышу разные вещи, я слышу разные мнения, я провожу разного уровня беседы, ну, это абсолютный абсурд, вопрос, который вы мне задали, буду ли я звонить в ФБР, конечно же, нет, и вот тут, я же говорю, все просто вот, посходили с ума, Трамп является для нас угрозой безопасности нашей страны и так далее, вот он пытается получить, он даже не скрывает, что он пытается получить информацию в грязь на наших политиков со стороны иностранных государств, но, не понял, а чем занималась предвыборная компания Хилари Клинт, чем она занималась, кто связался с представителем иностранной разведки, то бишь Ми-6 Кристофер Румстилом, кто, ведь это не Кристофер Румстил пришел к Хилари Клинтон и сказал, ребята, хотите, я вам нарою там целую тонну грязи на Трампа и его компанию, нет, это предвыборная компания Хилари Клинтон, это демократический, это комитет демпартии, который обратился Кристофер Румстилу с просьбой накопать необходимый компромат на Трампа для того, чтобы его победить в выборах шестнадцатого года. Это комитет Хилари Клинтон, который заплатил шесть миллионов долларов стил за то, чтобы он накопал этот компромат. Как сейчас становится известным, кстати, прервусь на этом месте по одной причине, если мне не изменяет память, в среду вчера, по-моему, да, по-моему, вчера, один из наших слушателей, уважаемых радиослушателей позвонил и спросил, не кажется, то есть он испугался, прослушав Лу Дамс, в том, что кажется, ну вот, никуда расследование Бара не идет и ничего из этого не получится и ничего с этим не произойдет. Так вот, уважаемый мой радиослушатель, могу вас успокоить тем, что расследование идет полнейшим ходом, причем оно идет не только в направлении генерального прокурора Уильяма Барр, оно идет не только в направлении генерального инспектора Майкла Хороват, оно идет не только в направлении вот того, прошу прощения за выражение, шлэмазала, этого Хьюбера, который, которого назначил Джефф Сэшнс в свое время заняться каким-то расследованием, которое вообще от него больше с тех пор не видно и не слышно, но что-то он там пытается наковырять, пока еще непонятно что, но если вы внимательно следите за ходом событий, точно так же у нас существует вот этот Freedom Caucus, в лице которого три его представителя, это Джим Джордан, это Марк Мэрроуз, и вот сейчас просто вылетело из головы Джим Джордан, Марк Мэрроуз и еще один человек по имени Деван Нюнес, вот, три представителя, три конгрессмена, они сейчас, вообще, они уже копают очень давно в этом смысле, они копают где-то в районе около полутора лет, но они сейчас накопали столько материала, во-первых, сейчас что происходит, наконец-то люди, которые были замешаны во всем вот в этом фиаско с Коми, со Страком, с Лисой Пейдж, с Бабом Малером, наконец-то сейчас выходят с информацией люди, так называемые whistleblowers, это люди, которые, ну, докладываю, чисто докладывают, выносят информацию, наконец-то, на всеобщий, как говорится, осмотр, это люди, которые, наконец-то, поняли, что им сейчас уже ничего не угрожает, им сейчас абсолютно не угрожает ни потеря работы и так далее, то, чем их пугали в свое время, вот, Джим Коми, Эндрю Маккейб, Брус Ор, это все те люди, которые работали на эти организации, которые сегодня связываются сами добровольно с представителями Freedom Caucus, вот этими тремя джентльменами, Джим Джордан, Марк Мэрроуз и Деван Нюнес, и они рассказывают такие вещи, они поют такие арии по поводу того, что происходило во время президентства Обамы, во время администрации правления Обамы, оказывается, появился на сцене еще один персонаж, который вот сейчас ведется, то есть, они пытаются выяснить, на кого же он работал, он работал на итальянское правительство или он работал на английско-британское правительство, почему, потому что это человек, который он жил и в Италии, и он же жил и в Великобритании, фамилию его не хочу обманывать, вот сейчас просто чисто вылетело из головы, но, тем не менее, это человек, который также, как Хелпер, в свое время был нанят представителями госдепартамента, друзья мои, послушайтесь, во что я говорю, это уже не СЕА, это не ЦРУ, не ФБР, не Агентство национальной безопасности, это уже Министерство иностранных дел, которым руководила Хиллари Клинтон, так вот, этим министерством был нанят человек, который точно так же доставлял информацию в наше Министерство иностранных дел о разных ситуациях, короче, вот всю вот эту дезинформацию, которую собирала предвыборная компания Хиллари Клинтон, вот всю вот эту дезу предоставляли на разных уровнях, и на уровнях Агентства национальной безопасности под управлением Клэпера, и ЦРУ под управлением Брэннона, и ФБР под управлением КОМИ, и State Department, вы представляете себе на секундочку, вот направление, это просто как ну страшные корни какого-либо ну огромного дерева, которые расползаются во все стороны на разную глубину, и вот это все сейчас раскапывается в пяти направлениях, оно сейчас идет, то есть вот эти расследования идут в пяти направлениях, и только потому, что мы сегодня не слышим вот этих утечек, которые постоянно, мы просто привыкли к тому, что когда это касалось расследования Трампа, об этом трубили все газеты, все радиостанции, все телевизионные станции, телеканалы и так далее, все левые, что вот Трампу настает конец, и вот Трампу скоро будет это, и его посадят, и его уволят, и его уберут, мы привыкли к тому, что это все нам выбрасывалось, как говорится, для нашего же потребления, так вот сегодня, только потому, что информация теперь идет против демократической партии, и ее членов этой партии, и ее верхушки, вот только поэтому мы ничего не слышим, потому что ни одна левая газета, ни одна левая телеканал вам об этом говорить не будет, поэтому создается такое впечатление, как будто мы сейчас находимся в каком-то вакууме, где никто нам ничего не скажет, никто нам, то есть никто ничего не делает, никто не делает никакие расследования и так далее, дорогие мои друзья, не верьте этому, идут расследования полным ходом, ребята работают в поте лица для того, чтобы это все раскопать, теперь, вы знаете, что республиканцы, они, ну, по крайней мере, вот на сегодняшний день, вот эта тройка Freedom Caucus, верхушка Freedom Caucus, которые занимаются расследованием, они не очень любят выдавать информацию на гора, но сегодня я слушал интервью с Девином Нунес, и нужно еще уметь читать между строк тоже, и слушать, что он говорит, так вот Девин Нунес сказал, что, он намекнул, вернее, на то, что обвинительные, как сказать, бумаги уже не за горами, они уже в пути тем людям, которые были замешаны вот в этом шпионаже, в получении незаконных разрешений на слежку и так далее, эти бумаги уже в пути, так что, дорогие мои, все будет в порядке, сейчас мы на этой позитивной ноте прервемся на рекламную паузу, оставайтесь с нами, ну и дальше продолжим наше общение. Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу, номер телефона в студии 847-400-5200, звоните, будем общаться, ну а пока, вот, пока я не забыл, для нашего уважаемого радиослушателя Евгения из Нью-Джерси, это мой так называемый бывший соотечественник, так я тоже когда-то жил в Нью-Джерси, ну что, по поводу нашей так называемой Александра Кассио Кортес, или как ее в народе называют Шуры Кортиковой, ну и, конечно же, нашего Чаки Шмаки Шумера. Что я вам могу сказать, я всегда обожал и почитал песню, такую, ну, слегка приблотненную, кухарка никогда не станет прачкой, а вор не станет спину гнуть. Ну вот нам Шура Кортикова показывает и доказывает обратное, оказывается, прачка рвется в принцессы в лучшем случае, но в худшем в королевы. Опять же, знаете, как, ну вот то, что она хочет, это, конечно, похвально. Вопрос, что она может, это уже другой разговор. тягаться с Чакей Шумером ей, ой, как будет непросто, по одной простой причине, потому что это человек, который всю свою жизнь, он пропитан политикой, он пропитан ложью, он пропитан неискренностью, то есть, это человек, который абсолютно спокойно соврет и не моргнет глазом, это человек, который будет вам говорить неправду, это человек, который будет улыбаться вам в глаза и тут же в спину втыкать вам нож, при всем моем неуважении к Акасио-Кортес, я, честно, ну, мне ее жаль, почему, потому что еще раз, эта девушка, эта женщина молодая, она даже не представляет, во что она ввязывается, если она считает, что будучи избранной от абсолютно незначительного округа в города Нью-Йорк, такими же вот, как она, да, то есть человек, который, у нее, да, она закончила колледж, у нее какое-то экономическое образование, во-первых, это человек, который ни разу не работал ни в одной корпорации, ни в одной, то есть у нее вообще нет никакого корпоративного опыта в том смысле, что даже работая в корпорации, особенно в больших корпорациях, люди набираются немножко корпоративного опыта, то есть вот эти вот тычки ножами в спину, вот эти улыбки в глаза, а за глаза смешивание с грязью, то есть человек немножко, как бы, кожа человека, она постепенно дубеет, работая вот в таких больших корпорациях, они привыкают как лавировать, как пристраиваться и так далее. Это же молодая женщина, которая после окончания школы, колледжа устроилась работать бартендером, причем в какой-то очень не первосортный бар, вы понимаете, что все, что она умеет, да, у нее хорошо подвешен язык, она хорошо умеет болтать, но знаний никаких вообще, понятий никаких вообще, она сейчас находится на гребне волны, которая ее несет только непонятно куда, у нее весел нет, она не может управлять тем течением или тем кораблем, который несет по течению, и она абсолютно не имеет никакого понятия куда она гребет, все ее вот эти популистские выражения, вы же понимаете, что это все скоро закончится, в каком смысле, ну сколько можно обманывать народ своими вот этими грин делом, грин писом, там еще какими-то борьбой с чем-то с кем-то, с ветряными мельницами, ну сколько, ну ее послушали, ну послушали, в конце концов, ее же избиратели, ведь они не всегда будут студентами колледжей, они когда-то устроятся на работу, они поймут, что то, что она говорит, это абсолютный бред, и в конце концов, эта девочка просто останется, ну вот таким, такой цепной собакой лево-радикального, как Сережа называет их отребия, просто цепной собакой, это все, что она из себя представляет, к ней нет никакого уважения, она по определению не может заслужить уважения, хотя бы потому, что она еще ничего в своей жизни не сделала, чтобы, что было бы достойно уважения, то есть, то, что ее, то, что она красиво трепала языком и сказали, знаешь что, давай, звучишь неплохо, иди, и ее вытолкнули вот в эту вот среду, но ведь в этой среде, кроме того, что гавкать, и кроме того, что просто лаять бесцельно, надо же что-то делать, надо как-то бороться за кусок мяса, для того, чтобы выжить, надо как-то бороться за какой-то кусок пищи, для того, чтобы выжить, а кто же ей даст бороться, у нее нет когтей, у нее нет клыков, она просто вот такая, ну вот, гавкалка, чистая гавкалка, понимаете, и поэтому я даже честно не представляю себе, если она вступит в борьбу с Чаком Шумером, ну, я думаю, что ей объяснят ее место, факт того, что Нэнси Полоси не может с ней справиться, не о чем, то есть, говорит только об одном, Нэнси Полоси, вот как бы вам не рассказывали о том, что она такая цепкая, такая толковейший политик, да, это все было в прошлом, она действительно цепкая, она замечательный политик, в том смысле, она ужасный человек, она ужасный политик для, даже для своих избирателей, но она знает вот эти ходы и выходы, у нее есть поддержка старой гвардии, но даже вот сейчас, когда происходили дебаты по поводу того, кто должен быть спикером палаты, вы уже видели, как против Нэнси уже начинает создаваться коалиция, и вот даже эти старые ее друзья, в виде Чака Шумера, в виде Петрика Леги, в виде Рика Розентала и так далее, и же им подобных, которые, кстати, сами по себе ужасные люди, но тем не менее, вот они уже вроде бы ее с одной стороны поддерживали, но с другой стороны, если создастся ситуация, как в фильме Маугли, где пойдет уже действительно такой кровавый бой, ее сдадут с потрохами, ей просто пожертвуют, почему? Потому что она уже себя изжила, и те, которые слушают ее речи, вот я сегодня лишний раз убедился в том, что Нэнси начинает потихонечку, не потому что я над ней издеваюсь, но она начинает потихонечку сдавать, сдавать в каком смысле? Она сегодня очень тяжело подыскивала слова, она сегодня очень тяжело связывала слова в какие-то толковые предложения, то есть уже чувствуется, уже видно, что не та наша Нэнси, наша, их Нэнси, так вот, Нэнси-то сдадут, но остальные, вот эти вот, которые еще не готовы уходить на пенсию, которые не готовы сдаваться, они будут драться до последнего, а они знают, как драться, в отличие от Акасио Кортес, в отличие от Рашиды Тлаиб, в отличие от Эльхан Омар, вот в отличие от них всех, знает Чак Шумер, знает Розентал, знает Лехи, знает все вот эти ребята, знают, как бороться за свое место под солнцем, и поверьте мне, они его просто так не дадут, поэтому, как только Акасия перейдет, в смысле, прошу прощения, Александра, Акасия, Кортес, перейдет определенные границы, я думаю, что, то есть, как только она встретится вот с этим сопротивлением старой гвардии, тяжело ей будет, ребята, очень тяжело, поэтому, я тоже с удовольствием бы посмотрел на вот эту схватку, но боюсь, что это будет далеко неравная схватка, потому что все, что Акасия умеет, она умеет говорить, а вот Чак Шумер умеет подставлять, давайте говорить так, он умеет подставлять ножки, подножки, вернее, он умеет выставлять свои ножи, и вряд ли что-либо у нее получится против Чака Шумера, даже в городе Нью-Йорк, но, опять же, поживем, увидим, посмотрим, что к чему, так что, Евгений, я с вами, я думаю, что мы даже сможем, наверное, продавать билеты на эту схватку, так что, будем готовиться, ну, вряд ли она, правда, состоится, ну, ладно, так вот, в оставшееся время, что бы я хотел еще обсудить, мы все слышим, все чаще и чаще, опять же, разговоры о, так называемом, single pair, о Medicare for all, то есть, Medicare для всех и так далее, конечно, это в основном касается сегодня, это не коснется пожилых людей с сегодняшнего дня, потому что, это люди, которые еще смогут воспользоваться нормальными, нормальным Medicare, нормальным даже Medicaid, при всем его, при всех проблемах Medicaid, в нашем штате и в других штатах, но, тем не менее, это пока, по крайней мере, не грозит, но, вот, люди, которым, которые, вот, 50 и младше, дорогие мои, вы очень аккуратно и очень внимательно слушайте тех, которые вам говорят, что Medicare for all это хорошее дело, что вы сможете получить бесплатную медицину, и у вас будет доступ к этой медицине и так далее, ну, я очень внимательно слежу за тем, как вообще развивается ситуация вот с этим Medicare for all, и чем больше я за этим слежу, тем больше, во-первых, я понимаю, что, конечно же, это абсолютная, ну, не то, что даже ерунда, это просто невыполнимый план по одной простой причине, привожу пример, значит, ну, вы все слышите цифры 32 триллиона долларов за следующие 10 лет, ну, ладно, вас, допустим, эти цифры не очень интересуют, почему, потому что, подумаешь, триллионы, кто их видит, кто их вообще знает, их даже пощупать невозможно, да, казалось бы, подумаешь, 10 лет, ну, так поднимется на 3 триллиона в год, значит, смотрите, что получается, для того, чтобы, это, вот сейчас, это уже цифры, так называемого CBO, это Congressional Budgeting Office, то есть, это офис, офис конгресса, который, вот, занимается именно бюджетами, так вот, для того, чтобы привести в действие Medicare for All, мы сейчас не говорим о других проблемах, только финансовые проблемы, значит, если всем вам, которые работают сегодня, начиная вот в возрасте, допустим, от, там, 18 лет и до 65, если всем вам сегодня поднять налоги на 11%, на 11%, мы не соберем даже половины денег, которые нужны для того, чтобы поддерживать систему Medicare for All, слушайтесь в эти цифры, это уже вам должно быть более доступно, потому что это уже касается вашего личного бюджета, вот представьте себе, что из вашего бюджета семейного заберут по 11% на каждого работающего человека в вашей семье, то есть 11% с мужа, 11% с жены, я уже не говорю о том, что если ребенок, ну, ребенок, сын или дочь, которые работают и вносят какие-то деньги в бюджет семьи, это еще 11% из бюджета за счет дочери, так вот, посчитайте на секундочку, без детей, 22% уйдут из вашего бюджета каждый год и при этом не соберут даже половины денег, которые нужны для содержания вот этого Medicare, вдумайтесь в это, это говорят не республиканцы, это говорят не демократы, это говорит CBO, Congressional Budgeting Office, Organization, понимаете, дальше, теперь, смотрите, у вас забрали из вашего бюджета 22% денег, чистых ваших денег, Дальше, вам говорят, значит так, вы любите вашего доктора Джана Смит, к которому вы уже обращаетесь, там, я знаю, лет 10, забудьте про это, потому что Джан Смит не входит в нашу организацию, вам нравится посещать, ну, в случае надобности, давайте скажем так, например, Ханнен Парк Хаспирал, или Луторен Дженерал, или, не, не, забудьте, забудьте, почему, потому что там такие очереди, что вы туда и в течение года не попадете, а куда же мы можем попасть, ну, вот у нас есть вот список врачей, которым вы можете попасть, хорошо, есть врач, нашлись в списке врача, звоните в офис врача и говорите, я бы хотел увидеть, встретиться с врачом, там, Джан Смит, вам говорят, пожалуйста, без проблем, значит, следующий свободный такой окошко свободное, это будет где-то через 26 недель, то есть через полгода, как 26 недель, мне нужно увидеться с врачом, ну, мы понимаем, но у врача таких, как вы хватает народу, то есть я понимаю, что об этом можно говорить очень долго и нудно, я просто хотел, ну, по крайней мере, затронуть эту тему, почему, потому что вы сегодня со всех дыр слышите призывы о том, что вот Medicare for all это хорошая вещь, это бесплатное медицинское обслуживание и все у вас будет хорошо и у вас будет бесплатный доступ к медицине и будут покрываться ваши так называемые pre-existing conditions и будут покрываться ваши лекарства, другой разговор, что руководить этим всем будут не врачи, дело в том, что вы, когда придете в аптеку получать лекарства, которые вам выпишет врач, аптека вам скажет, вы простите, у нас сейчас такого лекарства нет, ну, записывайтесь в очередь, будем искать, понимаете, то есть, пока что, хотя бы, запомните вот эту вещь, давайте быстренько, добрый день, вы в эфире, здравствуйте, у меня просто, я не очень хорошо поняла вашу арифметику с процентами, если у жены, как вы говорите, берут 11%, вам мужа тоже 11%, то это так и остается 11%, а не 22%. Окей, давайте тогда считать по-другому. Это будет большая сумма, я с вами согласна, я не спорю, просто как бы хотела бы сделать как замечание по деньгам, да, это будет в два раза больше, но это по-прежнему 11%, ну вот это я, может быть я оговорился, это то, что я не уйду сказать, что это будет ровно в два раза больше уйдет из вашего бюджета, да, да, спасибо большое за вашу поправку, вы конечно же правы, спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, как бы я не выразился, но тем не менее, от перемен мест слагаемых, сами понимаете, сумма не уменьшится, поэтому давайте мы на сегодня прервемся с нашей программой, мы обязательно это продолжим в последующих программах, ну а пока готовьтесь, у нас на очереди программа Эдуарда Брумера Политинформания, оставайтесь с нами, будет интересно. этаж целом, пока пока